Вообще качество трамвайных путей в Иркутске это давняя проблема. Многие жители областной столицы уже смирились с ямами вдоль рельсов. Но вот привыкнуть к шуму при движении вагонов невозможно. Реально ли решить эту проблему в городе и какие есть варианты по улучшению транспортной инфраструктуры, сегодня узнавал Данил Седов. С характерным гулом и грохотом по улицам города курсирует он, Иркутский трамвай. Электровагоны в столице Прибайкалья уже давно славятся не комфортом и безопасностью, а именно шумом. Причин у этого явления хватает, но одна из самых главных – качество рельсов. Их состояние оставляет желать лучшего, как и асфальта, который уложен рядом с ними. Из-за этого страдают как пассажиры общественного транспорта, так и водители легковушек. И вот почему. Причина простая. Мы живем в логике не долгосрочного планирования и вот этих крупных экономических процессов, а в логике латания дыр. И мы просто латаем самым дешевым способом, в отсутствии бюджета, в отсутствии того, что мало собирается средств. То есть должна быть какая-то сильная, большая экономическая модель. Но и без этой экономической модели рельсы в Иркутске ремонтируют. Например, в этом году специалисты восстановят порядка одного километра трамвайных путей. Вот только их общая протяженность в городе составляет 52 километра. Проще говоря, вариант решения проблемы не соизмерим с масштабом самой проблемы. Все потому, что на большее у Иркутск-Гор-Транса не всегда хватает денег, поэтому приходится искать варианты. Мы стараемся всегда приурочить свои ремонты к программе безопасной качественной дороги. Так, например, в прошлом году мы работали на улице Шмидта. В этом году безопасной качественной дороги программа подразумевает ремонт нашего пятого маршрута. К слову, объем работы в этом году может еще быть увеличен. Это случится, если администрация Иркутска выделит деньги. Но, как правило, дополнительные средства не сильно меняют первоначальные планы специалистов. Ремонт трамвайных путей может осуществляться не только за счет бюджетов транспортных организаций и униципалитетов. Так, например, правительство страны одобрило проект по модернизации электротранспорта в городах России. На это готовы выделить при поддержке госкорпораций более 230 миллиардов рублей. В этом проекте примут участие 10 городов. Однако среди них, к большому сожалению, не будет Иркутска. Поэтому иркутским специалистам придется своими руками решать транспортный вопрос. Ответ на него они уже нашли. Дорожники предложили администрации города уложить в Иркутске современную рельсовую систему. Она гораздо тише и долговечнее. В качестве пилотного объекта выбрали улицу Ленина. Цена вопроса 109 миллионов рублей. Оценить ли эту инициативу по достоинству, пока неизвестно. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова